Давай начнем с вопросов. А, нет, давай начнем с того, как ты вообще пришел в эту историю психологии и сколько лет этим занимаешься. Я занимаюсь 15 лет. Я поступил в далеком 2001 году, в шестом закончил. Тогда психолог, это ругательство такое было, вообще пошел в психолог. Вообще ты что, псих что ли, пойди побухай на кухне. Ну, там с друзьями поговорили. Ну, эти все методы до сих пор популярны, с ними очень сложно конкурировать. Они неплохо работают и ситуационно. Ну, я вот тогда закончил, тогда было сложно прокормиться этой профессией, поэтому это было параллельное такое дело, выходные вечера, там, по возможности и так далее. Доучивался больше, деньги большие бухал. А потом потихоньку-потихоньку практики становилось больше и больше, и вот, собственно, я вышел на самостоятельную абсолютно практику. Я давно уже занимаюсь, и практика достаточно большая, там, порядка тысячи человек я в прошлом году только принял, то есть это достаточно серьезная такая цифра. Поэтому есть интересный практический опыт, поэтому я смогу на вопросы, которые задают, ответить с точки зрения не книги, а с точки зрения людей, которые ходят за окном, они живые, настоящие. Вот, а как пришел, это такой сложный вопрос. Тетя умерла у меня, я был юный еще, это первая смерть на моих глазах, и меня это поразило. Сколько лет тебе было? Это был 99-й год, сейчас сложно посчитать. Я 83-го года выпуска, это порядка 16-ти лет. Вот мне было, и я прям бежал, я помню, на легкой атлетике, разминочный круг, и почувствовал такое, знаешь, в сердце что-то раз, как будто оборвалось. И все, я не могу сказать, что мы с ней были близки, но я прям на расстоянии почувствовал и понял, что все. Вот, и она вот ее не стала, Старство Небесное. И все, она занималась эзотерикой. То есть ты как-то интуитивно почувствовал? Да, да. То есть ты не знал, тебя не сообщили, ты такой… Не-не. А как это было? Ну, я до сих пор помню… А сознание просто? Ну, не знаю, 15.05, я бегу на стадионе Трут, я даже помню, в каком месте, и вот такое ощущение, что хлоп, и что-то случилось, оборвалось. И я такой раз, и что-то понял, что все, что-то пошло не так. И все, она лежала просто в коме уже, и вот это раз, я почувствовал это четко, к сожалению, совпало. Вот, ну и все, как-то это очень впечатлило, и особенно впечатлили моменты, где там своими руками там нести тело, еще что-то вот такие вот. И все, я не сразу понял вообще, что я из-за этого в психологию пришел, я это понял только год назад вообще, уже проанализировался, поставил факты. И все, с того момента как-то я начал изучать эзотерику, психологию, понял, что в эзотерике больше вопросов, чем ответов, и пошел в психологию, потому что там есть ответы… А с какой целью? Ну, для начала я хотел, я помню, разобраться, вот, а потом в итоге это переросло в, знаешь, такую концепцию. У меня есть концепция своя. Это я этим занимаюсь, чтобы люди, которые, ну скажем так, им розданы разные карты от жизни, ну то есть люди в разных словах рождаются, где-то в семье алкоголиков, где-то еще какая-то дичь, там кто-то попал в замес какой-то и так далее, чтобы эти люди могли, имели возможность взять и начать жить нормально, кайфово, переработать этот опыт, чтобы они могли что-то переиграть. Как помочь людям, да? Да, да, то есть они думают, что это все, то есть это не изменить, ты потерял человека, допустим, это боль и рано на всю жизнь, а это не так. Представляешь, вот живешь с этой темой, ты знаешь, что как бы, ну, твоя жизнь, она вот такая, другой не будет. А то ты приходишь, и это отпускает, и все, у тебя появляется что-то, самое главное, у тебя есть время, это самый ценный ресурс, невозобновляемый, и ты в порядке, ты нормально себя чувствуешь. И тогда ты начинаешь ощущать себя, как в песочнице, где у тебя есть время, у тебя есть ресурс, и ты такой думаешь, опа, а теперь тут можно поиграть. Вот я вот к этому хочу приводить, вот это моя основная задача. Круто, круто, круто. Так, слушай, тут был один из таких популярных вопросов, как отличить хорошего психолога от плохого. Да, это как отличить хорошего человека от плохого, хорошую женщину или мужчину от плохого. Блин, ну это дело вкуса. Интуитивно отличить, вот и все. Психолог всегда выбирается интуитивно, это нормально, это вечная практика, это самое точное попадание будет. Никакая проверка рекомендаций и всего остального не даст столько, сколько интуитивный выбор. Вот, ну а так, есть простые вещи, типа у него должен быть диплом, у него должны быть сертификаты повышения квалификации, он должен ходить сам к психологу, чтобы быть в адеквате, потому что… Ты ходишь к психологу? Конечно, да. Я каждый месяц, каждый месяц отваливаю, вот, определенную сумму на проработку. Ну, для меня это как развитие. То есть психология начинается с решения проблем, а потом ты начинаешь претендовать на большее и сталкиваешься с ограничениями. Эти ограничения удобно прорабатывать психологически, ты развиваешься. Лимиты. Да, 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 абсолютно верно. Есть что-то, что регулирует, как нам жить, то есть сколько мы можем зарабатывать, какие люди могут быть рядом. И, ну, не лучше, но и не хуже, слава богу. Вот, и когда ты хочешь лучше, ты сталкиваешься с вот этой группой убеждений, они называются стандарты жизни. Они говорят, как нам жить. Это интуитивное чувство, которое, вот знаете, многим из, может быть, кто слушает, дать деньги больше, чем они зарабатывают. Ну, на полмиллиона рублей, например. Реально. Реально. Не по приколу там, да, но реально тебе там на полмиллиона больше в месяц. И мне кажется, многие почувствуют себя неудобно. Почему? Да блин, что за фигня, на халяву просто так мне, ну, как-то я столько не зарабатывал. И вот это начнется ёрзание. Вот это ёрзание, это вот запомнить нужно это чувство, это ощущение того, что типа как не в своей тарелке. Это и есть ощущение вот этих стандартов. То есть внутренний стандарт тебе говорит, слушай, что там это нам много, наше место не здесь. Вот такая тема. Вот это можно менять, это же прикольно. Так, окей. Ну, а бывает же такое, что человек идет к психологу интуитивно, чувствует что-то, его доверяется и происходит какая-то шок. А в жизни вообще происходит иногда какая-то жопа. Вот, но такое бывает. Ну, типа никто не застрахован. Да, да, абсолютно никто не застрахован. Лучше интуитивно выбирать, вы тогда не ошибетесь. Даже если произошла жопа, вообще психология очень специфическая штука, но не нужно смотреть на все это дело шире. То есть если что-то случилось, это нужно разобрать. Потому что у людей, когда они идут к психологу, именно обостряется их тема. Люди, которые боятся, что у них не получится, они, например, в транс очень плохо входят, потому что они вместо того, чтобы внимание переливать в работу свою, концентрировать, они думают, так, у меня получается или нет, у меня получается или нет, по-моему, у меня не получается, я не уверен, что у меня получилось. И все, человек не здесь, он где-то. Ну и все. Или люди, которые, знаешь, ерзают, нервничают, они прямо падают, ну, то есть, которые стеснение испытывают, они прямо подскальзываются, падают, заходят, спотыкаются. То есть очень неловко себя чувствуют. Психологическая тема всегда вылазит, когда человек идет к психологу. Нужно очень внимательно посмотреть, как вы себя чувствовали перед тем, как идти к психологу, во время и после. Это очень полезно проанализировать. А у тебя были такие ситуации, когда тебе там, мне жизнь сломали, что-нибудь рядом? Ну, типа, какой у тебя был самый недовольный отзыв клиентов? Клиентов. Да, как обычно, есть такие, ну, как обычно, их таких было четыре, но для меня это обычно, потому что это мой кошмар. И когда он повторяется, думаю, елки-палки, опять что-то, что-то опять пошло не так, да. Сколько над собой не работает, всегда остается какая-то поправка на реальность. Вот, это люди, которые говорят, я ничего не почувствовал. Вот, откуда ты знаешь, что я ничего не почувствовал? Я у вас вижу признаки транса. Я ничего не чувствую, потому что человек за трансом считает что-то другое. Я маркеры наблюдаю, я работаю, все хорошо, но человек не доверяет. Он думает, что он должен спать, его должно как кирпичом, бах-бах, и он так улетел. Как вот эта девочка на трёх курсах пикапа. Она в инструкции, кстати, написала. Да, очень красиво падает, да. Но надо сказать, что она же писала там в комментариях, если посмотреть к этому видео, она же написала, что внутри это ощущается по-другому. А её можно потормошить, она в сознании. Но просто она чувствует, что я что-то раз потянуло. То есть происходит что-то помимо сознания. Вот в чем прикол. Транс внутри и снаружи, он по-разному выглядит. Снаружи выглядит человек как будто в отключке, а внутри он думает, что я же всё понимаю. Но при этом часто их спросишь, например, а всё хорошо? Да, он говорит, всё хорошо. У тебя ничего не дёргается? Да, у него нога дёргается. А он замечает. В сознании говорит, конечно, я всё понимаю. Или его вращает по часовой стрелке почему-то. То есть у него пошли трансовые феномены. А он говорит, я вращаюсь, только почему-то против часовой стрелки. Против часовой стрелки? Он говорит, да, уверен, да. Всё, всё. То есть сознание подглюкивает, но оно думает, что оно в курсе всего. Вот это трансовый феномен очень интересный. Вот это, кстати, самая, пожалуй, опасная часть гипноза для тех, кто боится. Сейчас ещё можно больше бояться. Потому что не всегда знаешь, что ты в трансе. Вот это прикольно. А давай я тебя попрошу поменять стул. Ты сел на самый скрипучий. Я тебя подставил. А что это подстава? Это наш легендарный студийный скрипучий стул, который вы периодически слышите. Так, давай тогда людям вообще, в принципе, расскажем. А этот вот такой стул. Я понял, что у Серёги здесь тема со стульями присутствует. Спасибо. Так стало лучше. Всё, у меня развивается комплекс. Я пошёл. Хочешь, поменяемся стульями? Да, нормально, нормально. Так, давай людям объясним, что такое транс, что такое гипноз и какая между этим разница. Ты понимаешь, какое отношение у людей. У меня одна девочка, моя подруга, я поставил, типа, хотите, стрим, выложил сториз, да, и огонёчки. Ну, знаешь, там, шкала. Я периодически чекаю, сколько людей, какой уровень интереса, так сказать. В среднем пока я так смотрю. Я видел свою знакомую девочку, она психолог. И она в ноль прям поставила. О, это тема. Она молодой психолог, типа. Я ей такой скидываю скриншот, говорю, это у тебя что-то личное или профессиональное? Она говорит, профессиональное. Я говорю, в чём дело? Она говорит, гипноз. То есть ты понимаешь, да, у людей какое отношение? 100%. Это же странная херня. Конечно, конечно. Потеря контроля, надо всё контролировать. Окей, пусть контроль решит вопрос у людей с алкоголем, с отношениями, всё. Пусть они контролем возьмут и решат свои психологические проблемы или осознания. Слушай, мне кажется, тяжело. Я думал, как раз таки контролем проблемы с алкоголем и другие решаются. Нет? В рамочки себя поставил. Ну, не совсем. Почему им тяжело? Потому что люди бухают от того, что есть несколько вариантов. У них там жизнь серая, например. Окей, он держит себя силой воли. У него мало того, что жизнь серая, неинтересная, скучная, он перенапрягается. Теперь ему ещё надо напрягать волю, чтобы себя сдерживать, чтобы не бухать. Он усилил только что свой стресс. Значит, следующая проблема будет. Он не решил проблему, он создал ещё одну для себя. Вот. Соответственно, он тратит силу уже в двух направлениях. И он потом в депрессия впадёт, потому что он истощит нервную систему. Вот в чём опасна работа силой воли. Вот в чём прикол. А что касается психологов, здесь на две темы разделю. Во-первых, психологи почему-то, это особенность профессии, плохо относятся к другим психологам. Это тогда везде так. Ты знаешь, что у дизайнеров происходит? Ну вот такая же тема. Или там, не знаю, у стоматологов. О, вам тут пломбы. Да. Врачи, да, они любят предыдущего. Обсирать можно? Говорить здесь слово. Говори, что хочешь? Всё, супер. Они любят, да, вначале обосрать, потом таким образом экспертность появляется. Ну вот эта тема есть, что психологи недолюбливают, потому что нет ни единого стандарта, как у врачей. То есть у психолога нет стандарта, по которым мы работаем. Нас никак не оценить. Каждый что-то делает, у него это работает, он думает, что он самый умный. Всё. Но это особенность профессии. Это беда развивается. У гипнологов тем более. Это беда, с которой всё время все борются. Я в том числе. Это нормально. Вот. А ещё про гипноз. Это такая, у людей страхи о потере контроля. Они боятся, что если они потеряют контроль, и у них вылазят их страхи. Это страх неизвестности, он базовый, он у всех есть. Это страх испытать стыд, ну я не знаю, там вести себя как-то, что потом будет стыдно. Это страх обнаружить в себе что-то, что страшно. Чего не хотелось. Да, не хотелось бы. Поэтому я контролем всё держу, чтобы точно знать о себе только то, что нужно. Ни в коем случае не узнать о себе то, чего нельзя. А там есть то, чего нельзя знать. Теневая сторона, она есть, это нормально. Наша задача в психологии, в жизни вообще, в гипнозе, интегрировать теневую сторону. Ну, есть за тобой косяк. Ну, окей. Ну, испытываешь ты стыд. Ну, блин, неприятно. Принятие. Да, для начала принятия. А потом уже можно с этим что-то делать. Так, и что такое гипноз? Как это работает? И какая разница между трансом и гипнозом? И как это работает? Ну, насчёт как это работает, в 91-м году, по-моему, было какое-то съезд гипнологов, конференция. Они, в общем, решили, что гипноз никак не объяснить ничем. Прям есть вот такая, где-то в интернете болтается документик, что это никак не объяснить языком науки. Но единственное, на что можно полагаться, это на интуицию специалиста. Как это работает, непонятно. Ну, это работает. Причём у всех работают разные парадигмы. Есть разные виды гипноза. Эриксоновский, где, я его сейчас даже, в принципе, продемонстрирую, он такой мягкий. Это говорильные формы, где говорится что-то, типа, наблюдая за собой некоторое время, можно заметить какие-то интересные черты, которые обострились в последнее время. Они могут обостряться в лучшую или худшую сторону, в будущем или сейчас. Тем более, когда за ними наблюдаешь. Я сейчас о чём сказал. О чём вообще? Вообще. Но каждый наполнил это своими смыслами. Да, как тест Роша. Типа того, да. Можно в комментариях, может быть, пусть люди напишут, о чём они подумали, пока я говорил. Да, кстати. Можете писать. У меня телефон под рукой. Вот, супер. Чекаю комментарии. Это особенность мозга, этот вид гипноза стоит на особенности мозга, на его таком правиле, что он наполняет всё смыслами. Он не допускает пустоты. Он её всё заполняет смыслами. А я говорил пустые формы. Мозг каждого сейчас заполнил эти пустые формы, пустотой. Да, наполненностью, да. Простите, я уже в транс ушёл тоже. Покайфуюченько. Вот. Наполняют, и всё. И как бы каждый что-то своё. У кого что болит, грубо говоря, тот, о том и говорит. Есть же поговорка. Тоже и происходит в эриксонском гипнозе. И всё, и человек... Тест Роршаха, да? Примерно, да. То же самое. Да, да, да. Потому что это построено на особенности мозга заполнять пустоту. Это раз. Ну и второе. Гипноз часто работает на переутомление нервной системы. Мы сидим такие, покачиваемся в автобусе, например. Или в самолёте гудить. Гудить, если вы не боитесь, конечно. Или там в поезде. Потихоньку покачивает, покачивает. И такой... Чувствуешь, что как-то дремать начинаешь. Монотонность, однообразие такое. Их... И вот это транс, на самом деле. Просто гипноз отличается от транса повседневного, который мы испытываем. Сон – это транс. Любое состояние такое дремотное – это тоже транс. Задумался, и тебя кликнули, а ты такой, а, блин, где я был – это тоже транс. Это всё виды транса. Просто мы их не утилизируем, не используем в жизни, а в гипнозе используются. И всё. Вот, собственно, вся разница. Ну, кстати, мне кажется, по музлу, да, я работаю тоже это какие-то, знаешь, трансы. Однозначно сто процентов – это транс. Да, потому что как только ты отключаешься от всего, да, именно вот. И почему музыканты качаются тоже, знаешь, это вот один из, мне кажется, один из видов транса. Да, сто процентов. Да, тем более люди синхронизируются – это общий транс, там уже начинают работать. В гипнозе называется индукция. В группе подключаются другие люди, если они делают то же самое, очень сильно раскачивается какое-то состояние – то, которое транслирует артист. Вот, собственно, и всё. И в результате люди раскайфованы и выходят, если артист кайфовал. Вот такая тема – это классно работает. Вот. Но гипноз по-разному работает. На утомлении нервной системы, я сказал, на вот этих пустых формах. Есть невербальный гипноз, он вообще наиболее подозрительный, но он очень мощный. Вот. И очень интересен тем, что сложно объяснить, как это работает. Люди молчат в этом виде гипноза, то есть гипнолог молчит. Он не говорит, там, тяжелеют веки, как в директивном гипнозе. Там есть такой вид гипноза директивный, он классический, типа гипнолог такой – хоп, суровый, брови сдвинул, как сказал кому-то что-то, тот как упал сразу же и всё. Это работает с гипнобильными людьми, внушаемыми. Их там немного, очень маленький процент. Вот это наиболее известный вид гипноза. А есть вот невербальная, о которой я начал говорить, там вообще всё происходит молча. Ну, что-то я не знаю, я бы не хотел всё время говорить. Давайте, может, поспрашиваем кого-то или пообщаемся. Я за общение. Нет, да, я жду, когда закончу, чтобы спросить. Прости, у меня профессиональная. А вот этот гипноз, знаешь, когда подходят и говорят, сейчас ты пойдёшь и сделаешь, там, тот, тот, вот этот, знаешь, такой, и сделаешь какую-нибудь гадость. И человек идёт и делает какую-то гадость, и опомнился такой, что со мной было. А это что за гипноз? Это телевизионный, типа, фильмов? Голливудский гипноз? Или есть такая тема? Такая тема есть, но она работает с людьми определённого склада нервной системы. И вот тут самое интересное, кстати, для наших слушателей, что никто не знает, какой у него тип нервной системы. Понимаете? Для тех, кто думает, да я не поддаюсь. Псс, ребята, тут можно разочароваться, ударить в грязь лицом капитально. Или для тех, кто думает, ой, я внушаемый. Это тоже не факт. Опыт показывает, что люди даже, у которых вообще не скажешь, что это внушаемый может быть человек, они улетают просто вообще. Это надо видеть. То есть они вообще просто в тряпочку вот раз, и всё абсолютно. Руки, ноги поднимаешь, всё падает. Вот просто очень быстро и легко. А давай вот с точки зрения механики. Как это работает? Типа отключается что? Почему это работает? Типа у человека защитные, отключаются какие-то барьеры, границы защитные? Сознание сужается. У нас есть сознание, оно состоит... Что такое сознание? Сознание состоит из слов. Это такая материя из слов, связанных между собой. Вначале было слово. Да. Ну, типа того, но там имеется в виду слово и как символ, если мы говорим именно о Библии. Там слово как символ. Символ – это первоязык. То есть смысл какой-то. Концепционный. Да, примерно так. А здесь я имею в виду слово, именно конкретное слово. Там топор, борщ, кирпич и так далее. Вот. Сознание состоит из слов, связанных между собой логикой. И определённый, очень небольшой объём оперативной памяти. Вот это сознание. Это, Павлов об этом говорил, это очень поздно эволюционная такая структура. Она гораздо более поздняя, там несколько тысяч лет буквально. Это части нашей нервной системы. А более ранняя, и с ней связан гипноз – это чувство, ощущение, образы. Это первая сигнальная система назвала. Это же тело. На уровне мозга это мозжечок больше. Это бессознательное. Ну и, соответственно, реакции в теле – это деятельность бессознательного. Вот, собственно, я не знаю, я ответил на вопрос. Просто тема такая. Да, да, я понимаю, что тема абстрактная, наверное, да. Но каким-то хером это работает. Да, это работает, короче, за счёт сужения сознания и за счёт активации древних частей нашей нервной системы. Всё. Так, если коротко. Вот как бы и всё. Сейчас я залез в комментарии. О, супер. Да, я просто хотел внимательно слушать, не отвлекаться на комменты. Слушай, я только сейчас увидел, что у тебя на футболке цветочек. Да, быдлобайкс. Меня обошли стороной. Конечно, ты чё? У меня там ещё огромный такой висит. Мы про мерч быдлобайкс. Давиду салют. Хотелось бы услышать, чью теорию личности разделяет психолог? Какой школе бы отнёс свою терапию? Ну, и поболтать о действенности гипноза. Может, спикеру задавали какие-то тупые вопросы, или он сталкивался с распространёнными мифами? Уф. Я давно занимаюсь, поэтому я не принадлежу больше никакой теории. Я понял, что вся эта тема с теориями, она выгодна только создателям теории. Понимаете? Кому нужна концепция? Ну, то есть ты самый умный. Нет. Я к тому, что если нас смотреть на проблемы не только как на психологическую проблему, а именно просто как на проблему, то подходят разные решения. Где-то нужна психология, там разговор, диалог и расставить смысл по местам. Где-то нужна работа с образами и состояниями, образные техники есть. Где-то нужен гипноз, а некоторым людям нужна директивность. Есть люди, которым нужна директивность. Ну, что такое директивность? Это типа там хоп, ушло, ушло состояние и всё. И как бы человек раз такой оцепенел, и у него раз, что-то действительно всё пропало вообще. Я забыл, о чём думал даже. И всё. Есть такие люди. Не потому, что я этого хочу, а потому, что с ними не сработает. Это надо понимать. Там поддержка. Они годами будут поддерживаться ходить. Там ты кострелём станешь, они будут ходить на тебя операться. Это бесполезно. Коммерчески выгодно, но неинтересно, скучно. Вот. Поэтому я использую разные теории. Я мастер NLP. NLP – это такая штука, которая… Нейролингвистическое. Да. Нейролингвистическое программирование. Вот. Я прошёл полностью всё это обучение. Соответственно, сертифицировался. Я мастер. Много практиковал. Но и эта система, в том числе, имеет ограничения. Хотя она очень гибкая. Потом я эрикционовский гипноз изучал. Специалистом стал. Всё. Я у Михаила Романовича к другу учился. Эрикционовский гипноз – это то, о чём я говорил. Вот эти вещи типа формы. Он лингвистический. Он мягкий. Где говорят, говорят, говорят. Используется. У меня проблема с запоминанием имён. Здесь тоже вылезло. У меня тоже это нормально. Вот. Ну и дальше я, собственно, в основном невербальный гипноз сейчас практикую. Это основное направление, в котором я работаю. Потому что… Охуеть, как странно. Давай честно. Это прям максимально. Однозначно. Да. Я когда это увидел, сам в шоке был. Давай ещё раз. Как это происходит? Ты мне прошлый раз рассказывал. Мне прям дико интересно стало. Это по-разному происходит. Ты запускаешь прямой эфир, например. Если он онлайн. А, ты имеешь в виду онлайн? Ну онлайн тут… Ладно, давай боксним с онлайном, давай с оффлайном пока разберёмся. Невербальный гипноз. Это самая странная херня, которую я слышал за последнее время, помимо, не знаю, квантовой запутанности. Ага. Это мощно, да. Но есть вот этот ролик, который ты выставлял. В принципе, вот это невербальный гипноз. Как это работает? Всё очень просто. Я смотрю в глаза человеку какое-то время. Держу внимание в нём. Ну и в себе. И через некоторое время видно, что происходит. Человек ведёт назад. У всех разные реакции. Это просто эффектная реакция. Я её выставил. Бывают, выгибаются люди. Бывают, стоят, начинают покачиваться. Есть женщины, кстати, которые боятся мужчин. Они начинают пятиться. Это вообще. Они не специально это делают. У них срабатывает вот эта наша животная часть, о которой я говорил. Бежать. Первая сигнальная система. Да. Вот эта древняя часть. Они сами не ожидают. То есть она тебе не скажет об этом сознательно. То есть мы экономим здесь время. Это к вопросу людей, которые типа гипноз, плохо. Да бога ради. Плохо, хорошо. Это ваша дуальность восприятия. Начинает лезть бессознательно. Да. Ну мы не, как сказать. Вот как раз чем интересен невербальный гипноз. Я же ничего не делаю. Я не даю внушений никаких. Я ничего не делаю. В плане никакой интервенции, никакой грубости, никакой жесткости. Ничего вот этого я не делаю. Ну в большинстве своем. Кроме вот этих людей, которым нужна директивность. И я просто смотрю в глаза. Они падают. Вот. Ты их ловишь. Давай предупредим сразу. Да. Я их ловлю. Иногда. На самом деле, да. Я ловлю. Вот. Я кладу и все. И у них начинаются реакции какие-то. Сами по себе. Грубо говоря. Конечно, они сами. Я такое что делаю внутри себя. Но по сути, я работаю своим состоянием. Я что-то делаю внутри себя. Это происходит у них. Я это делаю молча. И вот здесь возникает самый интересный вопрос. Где граница твоего я? Где граница того, что ты считаешь собой? Кто ты на самом деле? Да, да. Это очень хороший вопрос на самом деле. Мне интересно тоже. Потому что я говорю. Ты заканчиваешься ты, начинается другой. Непонятно. Ага. Непонятно. Там, где ты решил, ты заканчиваешься. Вот и все. Как только ты решил, что ты не заканчиваешься границами своего тела, начинаются вот такие вещи, как я показываю. Мне не нужно верить. Можно посмотреть видео. Да. И то есть, ну, ты понимаешь. Вера не нужна. Я прекрасно понимаю, ты наверняка тоже прекрасно понимаешь, что для человека, который далек от этой темы, да, это звучит как, ну, какой-то бред. Да, да. Поэтому, ой, это капец. Честно сказать, очень тяжело было первое время практиковать невербалику, потому что я понимаю, что человек смотрит на меня как на идиота. Типа что, просто помолчать нужно, постоять и что, что-то поменять. И мне за это нужно отвалить. У меня консультация стоит 10 тысяч рублей. Ага. Вот. Ну, для Краснодара это не мало. Для Москвы, может быть, там, и нормально. Вот. Они такие, ёлки зелёные, ничего. Просто молча, да. Другое дело, просто я говорю, можно на какое-то время просто довериться. Вот. Они доверяются, потом получают эффект, они говорят, как это работает. Вот у меня в аккаунте, если посмотреть отзывы, там все отзывы почти начинаются с фразы, типа, не знаю, как это работает и не понимаю. Но. Но работает. И дальше, да, описывается, что с человеком произошло. Это вот мы с тобой в прошлый раз когда разговаривали, есть метод. У Хасана в песне, кстати. Песня у Хасана «Чёрная как Адуи». Я там впервые встретил это слово и доебался за ХС. АХС, что это значит? Хо-поно-поно. Вот так вот. И хо-поно-поно – это гавайская практика примирения и прощения. Гавайская… Сейчас расскажу, что там написано. Это я гуглю. В общем, там суть в том, что ты себе повторяешь набор каких-то фраз. Эти фразы. А, вот. «Мне очень жаль», «Прости меня», «Я люблю тебя», «Я благодарю тебя» за любой опыт, который ты встречаешь. И мир вокруг тебя начинает преображаться, трансформироваться. И вот здесь, возвращаясь назад, тоже тема, которая меня очень интересует, цепляет. Это… Ну, вот. Ты, к примеру, приводил вот этот вербальный… Когда ты даешь формы, а человек сам их наполняет смыслами. И вот интересно, кстати, еще… А можно ли мир вокруг так же воспринимать? Еще раз вопрос. Ну, то есть, насколько мир вокруг является формами, которые мы наполняем сами смыслами? Сто процентов, конечно, однозначно. Это же туда же. Мы же с помощью мозга все узнаем и понимаем. И для тех, кто думает, что на них не влияет то, как мы устроены. Ну, это же… Это вопрос только в том, чтобы вовремя себя об этом спросить и задуматься. Мы – система. Ты и я, мы – структура. Вот мы все – это структура определенная. И, соответственно, эта структура накладывает, ну, какие-то отпечаток на то, как мы воспринимаем все. И все. А как мы воспринимаем, так мы живем. Да. И на самом деле удивительным образом начинает меняться мир вокруг. Вот прям на самом деле, когда ты проводишь трансформацию внутри себя. Угу. То есть у меня есть, ну, как пример, я не знаю, если там до тебя все время докапывались, не знаю, пепсы на улице, да, постоянно там тормозились. У меня есть друг, которого все время досматривали в аэропортах. Бывает такая тема. У меня клиент такой был. Да. То есть все время. Это человек, которого ничего нельзя найти, но его все время… И он, как будто бы, знаешь, сам запрограммирован на это, да, что… То есть мы с ним заходим в аэропорт, и он мне такой, сейчас меня будут досматривать. И реально его досматривают. Я рядом стою, меня не досматривают. Его досматривают. Вот. И вот я к тому, что, когда ты проводишь трансформацию внутри себя, каким-то удивительным образом мир не только в области, знаешь, твоего восприятия, ощущения, да, меняется, а он буквально материально меняется. То есть, не знаю, перестаешь встречать херовых людей. Ты перестаешь влипать в какие-то ситуации, там… Ну, это работает. Ну, и так далее. Ну, и так далее. Однозначно работает. С точки зрения психологии это объясняется фреймами мышления, то есть рамкой восприятия. Человек транслирует бессознательно, допустим, свою жертвенность, что он жертва, что его нужно проверить или с него нужно там ломануть, щемануть как-то, там, щемить его надо, в общем. Вот. Он не специально. Или мир злой, и все хотят тебя щемить. Вот это еще лучше даже, да. Вот. Если есть такая установка… Переложить ответственность за мир. Ну, на самом деле, это часто результат психологической травмы. То есть человек, если что-то случилось, он почувствовал это состояние, жутко испугался, то есть, ну, стрессанул или его травили в школе или еще где-то, и он принял такую форму. Слушай, а получится Эрика загипнотизировать, пока он тут? Нет, пока он тут нет. Если он хочет, то можно будет попробовать потом с видео. Может вернуться. Ну, нормально, хорошо. Давай, давай. Возвращайся. Алло. Интересно. Получится. Я прямо на видео сниму и скину вам в чатик и загипнотизирую для Эрика. Вот это круто. Время тогда на это оставим, да. Да, мы сегодня ограничены по времени, Алексей, там еще дела. Сбился я с этим Эриком. Да. Там мы говорили про вот эту тему. Я хотел просто, чтобы вы понимали, что, во-первых, там работает рамка мышления, фрейм. Это наше состояние является фильтром восприятия. Если ты ждешь, что тебя будут щемить, тебя будут щемить. Это как люди, которые хотят жениться, там, например, видят, везде кортежи сразу же и собираются. Или там, не знаю, ждут детей и сразу везде детей видят. Или хотят купить какой-то телефон и видят у всех этот телефон. То есть это вещь, на которой ты думаешь, на которой сконцентрирован. Твое внимание выхватывает сразу же это. Вот это первый механизм, на котором все это работает. Второе – это состояние бессознательное, это результат часто психологической травмы. То есть человека щемили, и он принял такую форму. То есть его как токарь обточил под эту форму, как пазл. И он только находит человека, который будет щемить, они хлоп, склеиваются, да, и нашли друг друга. Все. Иди сюда, дорогой. И вот это можно менять психологически. Но тут есть другая часть. Честно сказать, не будем кривить душой, что не все объясняется психологией. Иногда это реально объективно случающиеся вещи, которые не связаны с восприятием. И вот чем их объяснить? Психология об этом культурно молчит. Это опять к вопросу направлений. Потому что любое направление объясняет только то, что выгодно этому направлению. Вы понимаете? Невербальный гипноз начался в 18 веке с Франца Антона Месмера, которого защемили все-таки. В итоге его щемили очень долго, хотя он лечил королей. Сам Пиновар. Ну да, да. Ну выскочка, грубо говоря. То есть такая тема, что он очень круто что-то делал. И его щеманула церковь, щеманули научники. Просто ради защиты своей концепции человека взяли и свалили. А человек делал удивительные вещи. Он развивал его. Ну он с помощью взгляда тоже. Он много чего делал. Просто вот подходит человеку и до кризисных состояний у человека возникает. То есть начинает человека трясти и у него сильнейшие переживания, которые он в себе хранил. Они у него начинают подниматься и у него начинается вот этот исцеляющий процесс, где он начинает все это переживать. Ему очень нехорошо в этот момент, но потом, когда попускают человека, ему становится офигенно. Вот Франц Антон Месмер мог только взглядом подходить. И вот люди начинали тряслись, падали, исцелялись. Очень интересно. И, кстати, гипноз появился как попытка объяснить то, что он делал. Поэтому гипноз такой кривой получился, к сожалению. Поэтому столько стереотипов и всякой фигни вокруг него. Потому что гипноз – это объяснение того, что делал Франц Антон Месмер. Это объяснение не его. Это объяснение тех, кто пытался расколоть его теорию и сделать так же. Они заметили сноподобное состояние, вспомнили про бога гипноза древнегреческого и решили назвать это гипноз. Потому что подумали, что дело именно в сноподобном состоянии, потому что именно в сноподобном состоянии человек исцеляется. Поэтому в директивном гипнозе до сих пор пытаются глубже погрузить человека. Это не всегда нужно. Глубокий транс не всегда нужен. И только тогда разрешить его проблему. Потому что думают, что дело в этом. На самом деле глубокий транс не всегда обязателен. Достаточно легкого. Я, естественно, накладываю то, что ты говоришь на какие-то свои знания о чем-то. Поделись, поделись. Я вижу, не то чтобы объяснение, но где-то рядом к тому, что происходит. Хонопоно, невербальный гипноз, который ты говоришь. Мне очень понравилось, кстати, хонопоно, о котором ты говоришь, очень хорошая тема. Очень понравилось. Очень здравая история, да. Мне кажется, это круто будет работать. Потому что, когда ты в таком состоянии, по-другому воспринимаешься. Сначала надо приучить себя. Это сто процентов. В буддийской концепции, если это можно назвать концепцией, там же как у них все? Что все является единым умом. То есть все разделение на я и другое, да, это, как сказать, проблема уже концептуального ума человека, тогда как на самом деле все является, так сказать, единым умом. Там это называется природа ума. Мы это полем, видимо, назовем. Да, твоей границы как бы ее не существует, на самом деле. Мы сами их выстраиваем за счет эго. Вот. А так все это единое. Потому что, ну, ты сам говоришь, да, что ты не знаешь, чем это объяснить, но это работает. Вот те чуваки вот так, мне кажется, это могли бы объяснить. Ну, да. На самом деле я могу это объяснить разными теориями, но они все будут достаточно логично звучать, но они все разные и противоречат друг другу. Понимаешь, с точки зрения научности это можно объяснить там одними вещами. С точки зрения энергетики это можно объяснить другими вещами. Буддизм хорошо объясняет. Мне нравится, что есть то общее, что нас объединяет. Я в этом плане, знаешь, вспоминаю, есть эксперимент, где люди в двух разных точках земного шара просто закрыли глаза и думали друг о друге. И у них синхронизировалось дыхание. Хотя они не видели и не слышали друг друга. Они стали одинаково дышать. Квантовая запутанность. Вот, типа того. Да. В НЛП это называется присоединение. Мы специально присоединяемся к состоянию другого человека, в том числе к физическим вещам типа дыхания или поза, чтобы синхронизироваться с ним, впасть в один ритм. Вот. А на самом деле это же естественный процесс. Он и так происходит, когда ты просто настраиваешься на другого человека. Кто-нибудь в курсе, квантовая запутанность это такое явление, которое хер объяснишь, как гипноз. Спасибо, Сергей. Сейчас стало офигенно понятно. Нет, почему это происходит, я имею в виду. Но суть его в том, что две частицы, у них есть там единственный параметр, это спин. То есть, куда он крутится в одну сторону или в другую. Очень грубо говоря. И если две запутанные частицы, которые находятся в состоянии запутанности, разнести на любое расстояние во Вселенной, на любое абсолютно, и у одной частицы поменять спин, у второй она поменяется в эту же секунду. Да. Вот и хер ты объяснишь. Это тоже относится к теме. Потому что я настраиваюсь на человека, когда мы работаем в невербалике. И люди, которые не хотят, чтобы на них настраивались, люди, которые не хотят совпадать, они бессознательно не хотят ни во что идти, вот с ними тяжелее работать. Когда человек хочет, это офигительно работает. Когда человек не хочет, большое количество силы уходит на то, чтобы все время с ним синхронизироваться, он все время отходит. Вот. И, кстати, да, я еще хотел сказать, что у нас же пока запоздало, отвечу еще на вопрос по поводу стереотипов гипноза. Думают, что гипноз – это подавление. Это не так. Гипноз – это не подавление, это терапевтический, если это альянс. Мы синхронизируемся, чтобы что-то изменилось. Офигенно. А так ты один сидишь – это самое. И все. А так мы вместе там вначале сидим, а потом вытаскиваем тебя как бы на поверхность. Это же красиво. Перед нашим эфиром ты говорил о том, что сейчас переключаешься на работу с группами, потому что по одному человеку тяжеловато. Есть такое, честно. И грозит это все выгоранием. Да. Как раз вот здесь вопрос. Перегорел и совершенно не хочешь заниматься своим любимым делом, на которое уже поставил свои планы на будущее. Что делать? Как вернуть заинтересованность и желание вновь заниматься своим любимым делом? Угу. Своими силами, я так понимаю, да. Не обращаясь ни к кому, а просто советиком каким-то. Да. Но советиком это сложно решается, потому что выгорание его проще не допускать, чем когда оно возникло, что-то с ним сделать, честно сказать. Чтобы вам не соврать и не давать левых советиков, это очень сложно поменять это состояние. Лучше этого не допускать. А вот как не допускать, я могу рассказать, что нужно все время переключаться и использовать разные переключатели состояния. То есть если вы устаете, чувствуете, нужно юмор очень хорошо разряжает. А есть прикольные такие еще бизнесовые штучки. Я бизнес-тренером еще работал какое-то время. И там есть такая тема зато. Случается какая-то фигня, устал и так далее. Находишь исключение в этом правильное. То есть ты устал, ничего, зато заработал денег. Тебя закалибали люди, а зато ты не один. Вообще во всем плюсы. Типа того, да. Через зато, упал, зато полежало. Понимаешь? Наложил в штаны, да, зато тепло. Ну то есть и так далее. И так далее. Нет денег и ничего, зато как бы еще молодой. Ну то есть такие вот вещи. И причем это навык. Самому себя поддерживать. Это прям навык. Вот я это очень рекомендую всем. Причем это можно заразить себя этой идеей. Типа через зато. Это прикольно. Можно прям переворачивать, переворачивать все черное в белое. Ну а когда уже это случилось. Перекрашивать. Да. Когда уже это случилось. Нужно поспать. По рекомендациям туда пройдемся. Поспать по 12 часов хотя бы трое суток, три дня. По 12 часов в день в темном пространстве. Пропить витамины группы В. Пропить магний, потому что он расходуется при стрессе и при выгорании. И в интернете заполнить тест, онлайн тест на депрессию шкала Бека. Вы поймете, не впали ли вы случайно в депрессию. Потому что депрессия очень вязкое состояние. Оно очень нехорошее. Очень и очень нехорошее. Вот. И лучше понимать, что это. Если там депрессия, то проще пойти не к неврологу, а к психотерапевту и не к психологу. Мягко говоря, далеко не каждый с этим может поработать. И работа будет долго. И вы подумаете, что это специалист плохой. Это не так. Просто тяжелая эта тема. То тогда к психотерапевту нужно чесать. Бояться этого не нужно. С этим просто можно разобраться и все. Выход от полугода из депрессника, если это депрессник. Если нет, то поможет то, о чем я сказал. Что по паничке? Самая распространенная, по-моему, проблема сейчас. Панические атаки. Как справиться с тревожными мыслями и в целом с тревожностью? Даже когда все хорошо, постоянно идут поводы о чем переживать и беспокоиться. Я думаю, если ты постоянно находишь, значит ты уже просто привыкла к этому состоянию. Это твой, знаешь, такой модель поведения. 100%. Надо просто отвыкать. Однозначно. Согласен с тобой, Сергей. Это правильно. Проблема состоит из двух. Первая – это история, которая вас к этому привела. Ее нужно проработать психологически. То есть это на базе чего-то происходит. Я боюсь произвести плохое впечатление. Я боюсь сделать что-то не так. Я боюсь остаться без денег. Я боюсь остаться одинокой. И так далее. Вот это нужно найти, что там на самом деле, что самое плохое может с вами случиться. Вот самое-самое плохое. Вот это был главный страх. Нужно с ним поработать в первую очередь, потому что он истощает вашу нервную систему больше всего. Поработать психологически, с помощью упражнений, с помощью психолога и так далее. Это первая часть проблемы и решения. А вторая часть – это у меня есть в аккаунте упражнения «Возвращение здесь и сейчас». Во вкладке «Актуальное упражнение». Упражнение «Возвращение здесь и сейчас». Оно же называется «Центрирование», оно же называется «Присутствие». То есть нужно постоянно возвращать внимание «Вздесь и сейчас», потому что тревога и панические атаки – это сильный транс. А в трансе, потому что это сильная эмоция, в трансе повышается внушаемость. Вот она тема. Ты сам себя убеждаешь. Абсолютно верно, да. Ты даже не то, что сам себя убеждаешь. Там убеждать не нужно. Нервная система уже раскрыта. То есть она уже реагирует очень четко. Она именно на негативное. Быстро откликается, быстро отгоняется. Это как ревущий двигатель. Только тронь газ, он уже вообще там. То есть вот у людей с паническими атаками такая тема. Нужно постоянно возвращать себя «Вздесь и сейчас». Два-три месяца ежедневно раз по 30-50 в день возвращать себя «Вздесь и сейчас». Держать внимание в теле, концентрировать, чувствовать свое тело. Зрительно исследовать, где находишься. Номера машин, цвета пересчитывать в помещении и так далее. Отслушивать звуки. То есть по всем каналам восприятия проходим. Кому-то нравится еще кофе понюхать или еще что-то. Что-то, что отрезвит и уберет транс. То есть вывести внимание из состояния транса. Быть тут, в реальности. В том, что можно пощупать то, что настоящее. Потому что тревога, она про что? Она же про будущее. Что-то случится. Сейчас что-то случилось? Ну, это уже не страх. Страхи можно прорабатывать. А это уже тревога. Тревога – это перманентное состояние. Вот. И... Чего ты сбился? Я хотел сейчас такое. Думаю, сейчас вот как раз. Панч подготовил. Вишенка, да. На торт. И все. Короче, что-то пошло не так. А, да. Тревога – это тревожное ожидание, что-то случится. Это будущее. Это не настоящее. Сейчас что-то случилось? Нет. А что такое? Что-то случится? Что? Человек не может объяснить, потому что это не логично. Да, да, да. Поэтому не нужно об этом даже думать и париться. Просто возвращаете внимание здесь и сейчас. Просто переливаете, как вы знаете, из стакана в стакан воду. Вот тело вливаете внимание, концентрируетесь на теле. И это работает. Держите внимание в теле. Не даете им расплескиваться. Тревога возникает у людей, которые потеряли управление над своим разумом. Вот в чем прикол. Над мыслями. Ну, над разумом – это жестко, да. Над мыслями. То есть мысли летят и так далее. Тревога вообще возникает. Что завершаю сейчас? Все, все, все. Это проблема профессиональная. Люди много думают из-за того, что испытывают чувство тревоги. Отматываем еще. Из-за чего они испытывают чувство тревоги? Чувство тревоги они испытывают из-за чувства небезопасности. Почему они испытывают чувство небезопасности? Из-за чего? Из-за какого-то дефицита любви. Какая-то форма любви, дефицита. Да, все дело в любви. Все. То есть наполненность любви. Когда человек знает, что его любят, когда у него внутри есть любовь, он расслаблен и спокоен. Он знает, что мир о нем позаботится, о нем кто-то позаботится, он сам о себе позаботится, он приучен к любви. Люди, кому любви не хватило, они находятся в тревожном состоянии и бессознательно все время напрягаются, потому что им нужно самим о себе заботиться. Мир злой. Что ты скажешь про медитацию? Потому что начал говорить про состояние здесь и сейчас, да, и по сути это очень близко к шаматхе, медитация шаматхе называется, если я правильно сказал. Не в курсе, да? Не, не, я… Ну ладно. Вообще за медитацию шаришь? Ну поясни. Ну это как раз таки, ну многие думают, что медитация это там отключение куда-то, отлетание, да. Бывает. На самом деле там два основных типа медитации, одна аналитическая, это випассана, которая випашина и так далее. А другая медитация, это как раз таки присутствие здесь и сейчас по сути, однонаправленность сосредоточения на том, что происходит здесь и сейчас. То есть ты не отлетаешь своей фантазии о будущем, не отлетаешь воспоминания о прошлом. То есть у тебя типа, ну у человека всегда есть поток сознания, да, куча-куча-куча-куча мыслей, да. И прикол в том, что ты как бы, ну в повседневной жизни, мы все привыкли, не умеем иначе, мы их проживаем, эти мысли, мы проживаем эти состояния. То есть мы ассоциируем себя с тем, что мы думаем. Вот. А вот медитация, однонаправленное сосредоточение, ты как бы делаешь шаг назад и ты можешь наблюдать свои мысли. То есть и этим самым ты как бы разотождествляешься с ними чуть-чуть. То есть ты понимаешь, что ты не являешься этим, ты являешься тем, что это вмещает. Вот. И ты находишься в моменте здесь, сейчас. Ну это круто. Я хорошо отношусь к медитациям, это концентрация. Просто они разные, как ты вот сейчас правильно сказал, что некоторые, они ближе к реальности уплотняют тебя здесь, в реальности. А некоторые, наоборот, тебя развеивают. То есть ты это все, а что это все, это все. Что такое практика гвоздистояния? Я просто смотрю, у нас время-время горит, а тут вопросы-вопросы. Давайте гвоздистояние. Я, и у меня тоже есть, кстати, вот скажи, прав я или нет. И это тоже, стоять на гвоздях, это не так уж смертельно больно. То есть ты не получишь травм из-за этого и так далее. То есть какие-то точки давятся снизу, это неприятная боль, достаточно сильная боль. Но ты опять же как будто бы разотождествляешься. То есть ты уходишь на шаг назад от своего вот этого состояния боли. И такой типа, ну, да, там какие-то ощущения в ногах есть. Ну, мне кажется, так. Это работает на двух вещах. Первое, это работает на боли. Боль сильно заземляет человека. С одной стороны, потому что он не может ее не замечать. Да, но тебе нужно ее преодолеть. Да. Таким образом собирается автоматически, это как практика присутствия, о которой я сейчас говорю. Собирается твое внимание здесь и сейчас. А внимание, с точки зрения психологии, наименее описанный процесс. Он ни хрена не понятен психологам. Мы тут все об этом говорим, туда-сюда. Но непонятно, что это. Что между вниманием и энергией можно поставить равно. Да. Мы вчера буквально с моим другом об этом говорили. Я считаю, что вот все те, все то, что зачастую в всяких там эзотерических штуках, да и в модных нынче течениях называют энергией, да, по-моему, это просто внимание и фокус внимания. В большинстве случаев, либо это какая-то необъяснимая хуйня, которую хер кто объяснит, поэтому говорить об этом вообще не стоит, бред полный. А так в основном это куда ты направляешь свою энергию, куда ты направляешь свое внимание. И то, и другое верно. И энергия верна, и внимание, и кровь в том числе. Если вы внимание сейчас возьмете, сейчас вот взять, допустим, правую ладонь, вот перед собой поставить, и концентрируем внимание в центре ладони правой. Вот концентрируйте все внимание, только вы и вот этот центр ладони, полностью концентрируйте внимание. И некоторое время подержите внимание в центре ладони и прислушайте к ощущениям. Сразу появятся ощущения. У кого какие давление, тепло, покалывание, распирание, набухание и так далее. Почему? Потому что там что-то начинает происходить. Можно объяснить это энергией. Не самовнушение? В том числе. Что такое самовнушение? Это то, что ты сделал. Ну, ты типа убеждаешь себя, что ты что-то там… А я же не спорю с собой, чтобы убеждать. Я это делаю. В этом, собственно, прикол. Это китайские практики, где они концентрируют внимание, и на этом все работает. Где они говорят, что где внимание, там ци энергия. Где ци, там кровь. Это абсолютно верно и работает. Вот сейчас там, кстати говоря, и пульсировать у многих начнет, потому что кровообращение усиливается от этого. И это к вопросу здоровья. Если мы держим внимание в теле, мы же становимся здоровее. Это вообще очень интересная тема. То есть о гвозде. Я все-таки закончу мысль с гвоздями. Гвозди вызывают боль раз и стягивают внимание в тело два. Внимание является, грубо говоря, энергией, если с точки зрения китайской медицины. Оно является целебным. Боль является базовой страховой вещью. То есть она поднимает весь негатив в человеке, все, что у него есть. Весь опыт, который есть на тему боли. И здесь сталкиваются две волны. С одной стороны, это опыт боли, и весь негатив у человека поднимается. С другой стороны, внимание сконцентрированное в эту боль. И это терапевтично. То есть сталкиваются две волны, и человек лечит сам себя, поднимая у себя боли. И в этом смысл, насколько я вижу, практики гвоздиостояния. Может, другие по-разному это объясняют. Так, вот здесь вот прям комбо из вопросов. Можно ли с помощью гипноза снять боль? Многие обещают с помощью гипноза исцелять телесные заболевания. Разве они не дарят таким образом ложную надежду? Почему регрессивная гипнотерапия всегда сопровождается вональными выплесками эмоциональных? Про регресс давай отдельно. Тоже интересная тема, но мы про нее сегодня не успеем. Если там их много, давай прям по очереди. Можно ли исцелить физически какие-то недуги с помощью гипноза? Можно. Какие? Рак? Из моей практики доброкачественные новообразования могут отсохнуть, отвалиться. Уходят боли, снижается воспаление. Не просто уходит боль однократно, а вообще перестает ощущаться инородный предмет в селе у человека был. Снижаются психологические вещи, ладно. А если по нервной системе сон налаживается, усиливается выносливость у людей физически, которые тренируются. То есть там по физике много чего можно делать, но это делается не прямым внушением. Прямое внушение открытое. Это типа ты исцеляешься. Нифига. Сознание же слышит меня в этот момент. Он такой сказать, ха, нифига. Смысл гипноза в том, чтобы обойти в сознание. Поэтому невербальный гипноз очень эффективен, потому что я молчу, докопаться не к чему. Понимаешь? Собственно, и все. Критика главный враг гипноза. Вы позволяете этому происходить, на самом деле, когда находитесь в этом состоянии. Ну, с позиции клиента. Регрессивный гипноз. Регрессивный гипноз – одно из направлений гипноза. Я регрессии использую, они у меня часто спонтанные. Ты с человеком начинаешь работать, а он горит в огне. Говорит, ты что? Ну, в огне горит. Я говорю, что там вокруг? Не знаю. Я, походу, ведьма или что-то такое. Ну, окей. А я просто сказал, возвращаешься в ситуацию, где это вот, ну, сильнее всего это чувствовал. И как ты думаешь, это реально какие-то воспоминания из, не знаю, прошлых жизней, или это просто какие-то бессознательные штуки, которые в данной ситуации обрели вот такую форму у человека в голове? Я понимаю, что технически для решения проблемы совершенно неважно, было это или нет. Супер, да, вот это моя позиция. Да, то есть если человек в это верит, ну, давайте опираться на это. Да, он даже не может не верить, у них это возникает вне веры. То есть они почему-то говорят, я вижу вот это, я не знаю почему. Но это, говорит, как будто не я. И они даже не знают, они могут не знать, что такое регрессия. Вот в этом прикол. Поэтому у меня регрессия не в основном спонтанная. Я специально не гружу людей, не погружаю в… Гружу, это сленг, он не означает нагрузить на ухо, а это означает погрузить в глубину. А вот не погружаю в прошлую жизнь и думаю, что дело в этом. Откуда я знаю, что дело в этом? Я просто говорю в широкой вот такой рамке. Говорю, идешь туда, где проблема. Все, он отваливается туда, где проблема и решает ровно то, что нужно. Иначе я веду его в прошлую жизнь, а откуда я знаю, что дело в этом вообще? Прошлая жизнь, не знаю, очень ярко люди испытывают все это, там все противоречиво. Потому что очень многие люди, которые оказываются в прошлых жизнях, они почему-то великие. Да, да, да. Все Александры Македонские, понимаешь, наполеоны, блин. Где лохи, я не понял, где маргиналы, там. Я, бичара, там, лежу, там, в луже, да. Такого нет, все красавчики, да. Из моих, это крестоносцы. Серьезно говорю, там, обеспеченные люди какие-то читают книги в 18 веке, дамы, там, такие в платье. Ну, то есть, вот так вот. Классно, классно. Так, что у нас еще? Получается, что гипноз позволяет сэкономить время на то, чтобы откопать всех тараканов у человека. Ну, это, грубо говоря, конечно. Сто процентов. Вот это точное попадание, это единственное, что меня привело в гипноз, потому что 12 лет я работал в НЛП. В большей части и в разных других дисциплинах. Это очень сложно решить вопрос, когда ты не знаешь, в чем дело и рассуждаешь. А сознание человека все время сообщает, подсовывывая тебе какую-то хрень неверную. То есть, это не то. Это так, а женщины, которые, там, не могут отношения замутить никак, там, 9 лет встречаются с парнем и никак не поженятся. Я говорю, к мужчинам хорошо относитесь? То есть, брака не боитесь? Она говорит, нет. Я беру мужчину, вот, говорю, вот, представляем, что вот на стуле сидит мужчина. Вот ваш этот. Она говорит, окей. Беру, пододвигаю к ней стул, она же руки выставляет, пугается из-за того, что я резко к ней придвинул. То есть, она не воспринимает мужчин. И это бессознательные вещи. Сознание бесполезно об этом спрашивать. Мы – это не только сознание. Окей, все, я. Я, кстати, я сам вот пришел. Я однажды, как мы познакомились, я ходил, когда я уже на прием. Мне было очень интересно, когда все работало, потому что я никогда в жизни к психологам не ходил. Но я для себя со временем, как-то путем анализа, через анализ выработал как раз такую вот штуку. Опять же, вопрос, кто ты на самом деле. Это у меня в альбоме было, в интро, ключевой такой вопрос последнего альбома. Кто ты на самом деле, докопайся. И если копнуть, то ты… Это скорее, не знаю, твое представление о себе, да, а не что-то… Сейчас попробую сформулировать, знаешь. А не что-то… Это набор воспоминаний. Да. Набор воспоминаний. Что такое воспоминания? Это нейронные связи у нас в голове. Это не что-то материальное, это не что-то, к чему нужно там прикладывать физические усилия, чтобы сдвинуть с места. Для того, чтобы… Для себя я такую технику разработал. Для того, чтобы избавиться от какой-то, не знаю, там травмы, да, там, или еще чего-то, или еще чего-то, да, мне не нужно лезть в свое детство, искать конкретно какой момент в этом виноват или наоборот винить в своих каких-то проблемах сейчас тот момент, да, возлагать ответственность за что-то, что происходит сейчас, на что-то в своем прошлом, да. Я просто, знаешь, момент выбора, я выбираю отказаться от этой проблемы в себе. То есть ты такой, типа, я там ленюсь что-то там делать, потому что там, не знаю, выбрасывать мусор, потому что, не знаю, в детстве меня заставляли выбрасывать мусор, балкой, например, пример привожу, да. И можно наверняка там долго-долго прорабатывать эту проблему, там, разбирать вопросы отцов и детей, но я для себя подумал, да нахер оно мне надо, я просто пойду выбрасывать мусор. Это же у тебя техника, да, ты рассказывал, что у тебя… Сергей, расскажи, у Сергея есть техника потрясающая, вот это «да нахер оно мне надо». Да, это типа и со здоровьем тоже. Серьёзно, я не знаю, как это дерьмо работает. Если у меня начинает болеть голова, например, и это не в тем, я просто наблюдаю свои состояния, учусь последние скалетами, но наблюдаю свои состояния. И вот когда начинает болеть, допустим, голова, я понимаю, что я погружаюсь в это состояние максимально, я сам себя накручиваю, разбалтываю, она болит всё ещё сильнее и сильнее. И до последнего времени это происходило, естественно, неосознанно. Сейчас как только у меня начинает какие-то, не знаю, болеть голова, я такой, типа, а нахуй нам не надо? Просто здесь вот важно поймать состояние такое, знаешь, как здесь и сейчас как раз. И вот это состояние здесь и сейчас такое в пизду. Типа и всё. И через 30 секунд проходит. Головная боль как раз туда и отправляется. Да, 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 куда-то, куда-то ужас. Ну что делать? Да, куда-то туда. И я не знаю, как это работает, но вот для меня это точно работает. Возможно, это как-то связано. Я соглашусь. Знаешь, мне кажется, тема, во-первых, ты молодец. Мы это, то есть ты находишься не в прошлом, ты находишься не в будущем, ты находишься здесь и сейчас. И поэтому по факту те вещи, которые были у тебя в прошлом, которые тебе кажется, что там гнетут твои детские травмы и так далее, да, конечно, если ты будешь на них концентрироваться и раскручивать эту тему, это будет для тебя работать, но ты можешь от них просто отказаться, мне это кажется. Да, это, кстати, к вопросу панических атак, туда же, на самом деле. Да, то есть можно возложить туда ответственность, можно взять ответственность на себя здесь и сейчас и быстренько в моменте вот так вот это все. Да, супер. Это, ну, результат, видишь, ты, если медитации практикуешь, это результат управления ума. Ты управляешь, у тебя получается. Да, наблюдение за умом. Это раз, да. И второе, вот присутствие. Ты же сказал, что ты это делаешь здесь и сейчас. На самом деле я не сказал, но тогда давайте приоткроем карты в сторону гипноза еще. Что я делаю, когда я смотрю в глаза? Я внимание стягиваю здесь и сейчас. За счет концентрации моего внимания, которое я просто натренировал, сильно концентрировать, человек улетает. В этом, собственно, смысл. Почему так происходит? Потому что внимание – это огромная сила. В этом смысл. Знаете, гипнологи, как тренируются, они смотрят на… Они – это мы, можно сказать, или они в ограде. В общем, любой гипнолог, они или мы, смотрят в точку, до 15 минут доводит это время, не моргая точку. Не моргая. Ничего не существует, кроме точки. Не отвлекаясь, не моргая и не улетая в транс. То есть сохраняя присутствие здесь и сейчас. Как только ты доводишь до 15 минут, ты начинаешь творить интересные дела. Но довести до 15 минут, как и любая интересная штука, она защищена от ламеров тем, что это нужно делать, делать, делать. Люди бросают. Да ладно, не сработает. Да, да. Я тебя познакомлю обязательно. У меня есть подруга Лиза. Она занимается медитациями, изучением всяких штук с умом, мозгом и так далее. Она мне подарила вот этот нейрообруч. О, офигенно, да. Кстати, я у тебя хотел попросить. Надо посмотреть, что с мозгом происходит, когда я вот это делаю. Там же будет видно. Да. Вот можно отлить. Да, да. Я тестил его, как раз в музло садился писать. И что у тебя там? И да, но показывает, что это вот эти вот альфа там, не как правильно, волны. То есть ты в альфу уходишь, когда… Да, да, да. Мозг уходит на альфу, когда пишу в музло. То есть сознание, вот, кстати, друзья, обратите внимание, сознание разжимается, это же тот же самый транс. И в этот момент ты можешь творить, потому что ты открываешь себе потенциал. Да. К сожалению, в сознании у нас потенциала немного. В сознании у нас потенциал подумать о тапочках, где они потерялись, или еще какая-нибудь фигня левая, да, ненужные вопросы. А весь потенциал, он вне сознания. Поэтому его полезно иногда разжимать. Ну, не до безумия, а в балансе. Да, у нас время, к сожалению. Возможно, мы повторим и продолжим интересные темы регрессивного гипноза, медитации и в целом решение каких-то насущных проблем человека и человечества. Да-да, у меня куча вопросов интересного узнать с точки зрения психологии. Вот. Ну, спасибо Алексею. Спасибо вам, что были с нами. Я запись выложу. А мы пойдем гипнотизировать Эрика сейчас, если успеем. Сергей, спасибо. Всем тоже спасибо. Сергей, на самом деле, скромничает. У него очень философская картина мира. Вот. И здесь интересно было бы послушать тоже, потому что Сергей занимается в эзотерическом ключе какие-то больше медитации. Вот такое. То есть исследует... Я не хочу назвать это эзотериком. Давай философски это назовем, может быть. Для меня это логика. Логика. Потому что я терпеть не могу штуки, которые... Волшебство. Я не верю в волшебство. Я верю в здравый смысл и логику. И медитация — это очень логично. Она, как сказать, она окутана таким ореолом таинственности и так далее. Нет, это работа просто с фокусом внимания, наверное. Ну и так далее. У всего есть рецепт. Даже у самого волшебства такого, на самом деле. Как я открестился от слова эзотерика. Да, я заметил, да, я заметил. Мне тоже не очень нравится, потому что это что-то не то. Там больше вопросов реально. Да, на всякие ведьмы какие-то, какие-то энергии непонятные. Ну в следующий раз, может, ты мне подознаешь вопросы. Все, давай-давай. Всем спасибо, на связи. Сейчас выложу записи.